Запасы топлива на исходе. В Камни на обе критическая ситуация. Местная администрация не смогла подготовиться к зиме. Чтобы не разморозить город и пополнить запасы угля, краевая администрация уже вводила режим ЧС осенью этого года. Почему каменским властям это не помогло, выяснил Дмитрий Будков. Вот в настоящий момент батарея теплее. Вот так каждый день пенсионерка Раиса Ивановна Вольных уже по привычке проверяет батарею. Сейчас стало гораздо теплее, но буквально с неделю назад термометр показывал менее 17 градусов. Приходилось утепляться. И обогреватели. У кого что есть, то и включали. Ну а у кого ничего нет, одевались, ходили как в тулупах по квартире. Но риск, что жители Камня на обе могут остаться без тепла, сохраняется. Запасов угля в городе на двое суток. Районная администрация предложила создать резервный фонд запасов угля. В конце ноября обращались к депутатам райсовета с просьбой принять соответствующую поправку в бюджет. Но решение вопроса затянулось. Ответа нет. И теперь конфликту между исполнительной и законодательной властью подключилась прокуратура. 23 ноября состоялась встреча с депутатами, на которой мы свои предложения, обращения, так скажем. Но, к сожалению, до сегодняшнего дня депутаты не приняли никакого решения не отказать, так скажем, в выделении денежных средств не принять. Поэтому сегодня такое состояние немного волнительное, поскольку запас у нас один-два дня. Председатель комитета районной администрации по ЖКХ Андрей Локтионов уверен, проблема возникла потому, что депутаты районного и городского совета поторопились, обанкротили старые теплоснабжающие предприятия, не дождавшись окончания отопительного сезона. А поскольку сейчас райсовет не идет навстречу, средства на закуп угля изыскивает комитет ЖКХ. Изыскали возможность, значит, в комитете по ЖКХ, значит, свободных средств. То есть урезали все, что могли, набрали 4 миллиона 196 тысяч, мы их обратили в резервный уголь, приобрели его единственного поставщика ПЧС, значит, и смогли протопиться и субботу, и воскресенье, и понедельник. Депутаты райсовета считают, резервный фонд угля не нужен. По их словам, в июне администрация Камня запросила средства на подготовку к отопительному сезону. Порядка 25 миллионов рублей. Деньги выделили. Когда коснулся вопрос вот этого выделения средств дополнительных, мы резонно задали вопрос. Уважаемые, а пожалуйста нам поясните, куда те-то денежки ушли. Пока идут разбирательства между Каменской администрацией и депутатским корпусом, страдают жители многоквартирных домов в Камне-на-Аби. Власти же спокойны. Поясняют, если не удастся договориться, можно снова вести режим ЧАЭС, или взять кредит, или даже обратиться за помощью к Краевой администрации, если ситуация станет катастрофической. Дмитрий Бутков, Александр Морозов. Новости.